На этой неделе радио Хабирову удалось таки лично поприсутствовать на оперативном совещании правительства Республики Башкортостан. Напомню, что несколько предыдущих недель он был вынужден вести это заседание дистанционно из Москвы, и вот на этой неделе все-таки удалось поприсутствовать. Видимо, не вызвали в этот раз Москву Хабирова, и все министры дисциплинированно в масках сидели в помещении, и начало это совещание Хабиров с поистине сенсационной новостью. Хабиров сообщил о громком кадровом решении, по крайней мере так это потом называлось в СМИ Республики Башкортостан, а именно Радий Фаритович сообщил нам о том, что с 5 сентября 2020 года Радик Юль Якшин, он же Элвин Грей, он же Радик Бурундук Юль Якшин, становится советником главы Республики Башкортостан по культуре. Для тех, кто все равно не знает, кто такой Радик Юль Якшин или кто такой Элвин Грей, я сообщаю, что это именно тот самый знаменитый певец ртом, который долгое время не мог определиться, башкир он или татарин, в конечном итоге назвал себя башкиро-татарским певцом и менял национальную принадлежность в зависимости от того, где он выступает, в Казани или в Уфе. Долгое время Элвину Грею, который вот так себя называл этот тот самый Радик Юль Якшин, долгое время ему милее была Казань, потому что там было существенно больше девочек пубертатного периода, а именно вот этот вот юный возраст девчонок 12-14 лет и составляет основную аудиторию этого певца ртом, но постепенно Радик Юль Якшин смекнул, что в Башкирии меняются времена и вот эти заказные платные государственные концерты все чаще и чаще случаются в Башкирии. Ему удалось стать завсегдатаем этих тусовочек всяких, сабантуев, всевозможных сборных солянок, концертов в этой яме за Конгресс-холлом, и в общем выбился парень в советники по культуре. Я долгое время сам не знал, что Радик Юль Якшин и Элвин Грей это не мус с женой, и что это вообще один человек. Никогда в жизни не слышал песен этого выдающегося певца, но тем не менее Радик Фаритович заострил внимание на необходимости иметь ему еще и советника по культуре. В общем эта новость конечно стала абсолютной бомбой вот этого совещания. Мне совершенно непонятно чем будет заниматься и что там будет советовать этот Радик Элвин Грей, но от себя добавлю, что все равно в моей личной табеле о рангах и в моем рейтинге советников Радия Хабирова все равно лидирует, все равно на первом месте попугай, который ему дает ценные советы. Успокаивает одно то, что Радик Бурундук Юль Якшин стал советником Хабирова исключительно на общественных началах, то есть мы хотя бы не будем платить ему зарплату. Однако Радик вообще оказался юношехваткий, сразу же после назначения он помчался на БСТ и заделался там почему-то комментатором хоккейных матчей Салавата Юлаева. Тут я могу от себя сказать, что наверное продешевил Бурундук в том смысле, что он мог бы с тем же успехом ворваться в заводы управления и объявить себя новым директором УМПО или ректором, например, Уфимского нефтяного института. Он все-таки ведь как-никак советник Хабирова. Ну или на худой конец заделался каким-нибудь главврачом какого-нибудь крупного госпиталя. Но Радик почему-то посчитал, что самое сладкое место это на БСТ комментировать матчи Салавата Юлаева. Повестка оперативного совещания была в общем-то стандартной и все более и более скучной. Выделю из нее только важные моменты, чтобы не тратить ни ваше, ни свое время на воспроизведение одного и того же контента, который мы видим из недели в неделю. По ковидному вопросу, по вопросу борьбы с COVID-19, Забелин нам сообщил несколько интересных моментов. Первое это то, что у него резко снизился запас средств индивидуальной защиты и медикаментов. Еще на прошлой оперативке Забелин говорил, что этот запас составляет 60 дней, теперь этот запас составляет 36 дней. Кроме всего прочего, Максим Васильевич был вынужден признать, что идет ощутимый рост инфицированных по республике Башкортостан, равно как и по всей стране. Напомню, что в минувший понедельник в Российской Федерации 11 тысяч человек заболело в день COVID-19, из них 3300 только в одной Москве. Мы по Уфе и по Башкирии пока не даем каких-то рекордных цифр, но на 50% у него уже даже выросли показатели, которые официально сообщает Минздрав. Главное, что прозвучало в отношении COVID-19, это то, что несмотря на то, что у нас весьма скромные показатели по заболеваемости, Хабиров подчеркнул, что мы там очень-очень низкий уровень, однако нам уже понадобился новый ковидный госпиталь. По примеру того, который построен в Зубово под Уфой. Назаров отчитался о том, что они в выходные обследовали ситуацию, поискали площадки и пришли к однозначному выводу, что новый ковидный госпиталь, вот этот модульный, быстро возводимый, будет построен в Стерель-Тамаке. Что именно там будет сосредоточено достаточное количество больных, ну, по крайней мере, в этом кусту Стерель-Тамак и Шимбай-Мелиуз. И именно там есть ресурсы медиков, которых можно перенаправить в этот ковидный госпиталь. Хабиров целиком и полностью поддержал идею Назарова построить второй ковидный госпиталь и поручил сделать это не позднее 15 декабря 2020 года. В общем-то, я констатирую то, что власти попали в отчаянную ловушку, смысловую ловушку в отношении ковид-19. Выглядит она следующим образом. Еще вчера они говорили, что все хорошо, сегодня говорить, что все плохо, им не получается. Но при этом, так как все на самом деле плохо, опровергать то, что мы видим вокруг себя, тоже не очень получается. С одной стороны, они нам сообщают о паре десятков болеющих этой болезнью, с другой стороны, очевидно, что забиты под завязку все больницы и вплоть до того, что нужно строить новое. В общем, они сами себя загнали в эту ловушку и сами теперь в ней трепыхаются. Хуже всего то, что вот эта ложная информация, которая постоянно поступает про пандемию, она в первую очередь искажает представление и людей, и врачей о реальной ситуации и о том, насколько возможно или невозможно сейчас эффективная медицинская помощь. На самом деле, очень много раздается сигналов и сообщений о том, что помощь не оказывается в полной мере, о том, что возникают вспышки заболеваний на предприятиях, в школах, в учебных заведениях. Эти вспышки никак не фиксируются, не формализуются, потому что, например, Хабиров сказал, что за все вспышки будут отвечать лично директора. То есть, неважно, директор это больница или директор школы. Ну, в общем, вот, конечно, это все очень настораживает. Далее правительство пообсуждало ситуацию в ЖКХ, на дорогах и в чрезвычайных ситуациях. Традиционно Борис Владимирович Беляев докладывал о отсутствии или присутствии всевозможных коммунальных катастроф. Отмечу от себя, что господин Беляев в последнее время перестал отрицать наличие вообще отключений каких-то, что как бы хорошо, потому что раньше у него вообще все было хорошо и никогда ничего не отключалось. Но теперь вот стало отключаться. Но Борис Владимирович утверждает, что даже отключение горячего водоснабжения и отопления более чем на 8 часов, которые, по его мнению, теперь уже случаются, они не несут никаких существенных последствий для граждан. То есть скоро, наверное, Борис Владимирович договорится до того, что отключение отопления горячей воды это не только вредно, но и полезно для населения Республики Башкортостан. Далее коллектив правительства во главе с Радием Хабировым зачем-то повосхищался успехами мусорной реформы. Буквально синхронно в это же время на федеральном уровне было заявлено о провале мусорной реформы по Российской Федерации, о выводах контрольно-счетной палаты, которые весьма и весьма неутешительны. Однако Хабиров зачем-то заговорил о том, что, например, цитируя, в деревнях контейнерные площадки являются красивым архитектурным объектом. Очень спорное, прямо скажем, заявление, являются ли вообще контейнерные площадки с мусорными баками архитектурным объектом, а тем более украшением архитектурного ландшафта. Во-вторых, вот именно буквально в эти дни нам много-много писем приходило по контейнерам, и вот конкретно мы вам покажем сейчас вот это архитектурное украшение в деревне Сияш-Нагаева. Очень живописно выглядит, конечно, это все. Ну и в-третьих, конечно, надо бы определиться нам с представлениями главы Республики Башкортостана об архитектуре. Лично меня они пугают. То есть, если человек, железный ящик представляет себе неким архитектурным украшением для села, то это либо какая-то запредельная степень лицемерия и презрения, либо действительно неспособность отличить красивое от некрасивого, эстетичное от неэстетичного и так далее. Ну, вообще, о вкусах, конечно, не спорят, но ровно до тех пор, пока эти вкусы не начинают навязываться другим. Вот в данном случае все чаще и чаще случается то, что Ради Хабиров и его сподвижники навязывают нам настолько дикие представления, собственные представления о красивом, полезном, хорошем, что, ну, хочется вскричать, с какой стати, уважаемые, вы, люди, которые не можете отличить черного от белого, навязываете нам вот какие-то серьезные представления и суждения. Обсуждая ситуацию с травматизмом и смертностью на дороге, в очередной раз, во вторую неделю подряд, было доложено госпожой Мунасыповой, дежурной красавицей Госкомтранса Республики Башкортостан о том, что смертность продолжает на дорогах расти, уже на 9 человек превышен уровень предыдущего года и шансов на то, что Республика уложится в задачу 400 смертей, не более 400 смертей за год на дороге, нет никаких. Я уже и в прошлый раз приводил математические расчеты того, что не получится исполнить эту задачу, напоминаю, что Хабиров грозился потребовать крови кого-то из Госкомтранса по поводу, значит, невыполнения этой задачи, но тут сложилась довольно уникальная ситуация. Хабиров со второго захода понял, что вот эта задача поставленная, выполнена не будет, и что буквально скоро придется констатировать, что она невыполнена и ужас-ужас потребовать чьей-то крови. Но там же все свои. Как чьей крови требовать? И он в этот раз вообще совершенно уникальную вещь сказал, выслушав опять этот печальный доклад госпожи Мунасыповой о том, что у них ничего не получается, он сказал дословно следующее. «Мы в ПФО одни из лучших по борьбе со смертностью на дорогах». Но вот уже вторую неделю число погибших в 2020 году превысило число погибших в 2019 году. Конец цитаты. То есть Хабиров ведет нас к тому, что даже если показатели и эти данные будут еще хуже, чем в 2019 году, мы заявим о том, что мы зато лучше всех боролись за это все. Ну вот, честно говоря, как это все комментировать, я даже не знаю. Потому что это вот как в той поговорке, хоть ссы в глаза, все божья роса. То есть вот, извините за такой вот натурализм, но такая поговорка действительно есть. То есть если у нас не получилось достичь какой-то цели, и мы провалили какой-то проект, мы заявим о том, что мы зато лучше всех боролись за это все. Правда, результат не получили, но ведь боролись. То есть не догнали, так согрелись, да? Удивительное, фантастическое лицемерие, но мы уже начинаем его наблюдать воочию. Еще одним ярким событием оперативного совещания был доклад Азата Барданова, новоявленного вице-премьера правительства Республики Башкортостан. Честно говоря, я даже не стану зачитывать название этого доклада. Оно так клево и так скороговоркой звучит. Лучше послушайте, как анонсировал этот доклад сам Ради Хабиров. Идем дальше. О деятельности комиссии при правительстве Республики Башкортостан по реализации закона Республики Башкортостан о языках народов Республики Башкортостан. Бадрадов Азат Шамильевич, пожалуйста. Доклад Барданова был сделан на башкирском языке, бойко, но по бумажке, с ощутимым архангельским акцентом. Азат Барданов зачитал текст, который был там написан. Собственно, весь доклад сводился к тому, что вот эта комиссия, которую ему было поручено создать и возглавить, собственно, комиссию это вообще-то раньше возглавлял другой вице-премьер Егафаров, но ввиду начавшегося процесса его раскоронования, все полномочия перешли Азату Барданову. Я не знаю, кстати, передают ли они там по уходу из правительства оставшимся свои вот эти наградные сюртуки, но надо отметить, что Егафаров был самым элегантным носителем этого сюртука, выглядел в нем как молодой ченкайши, а вовсе не как состарившийся Винни-Пух, вот как вот этот вот Азат Барданов. В общем, вернемся к докладу. Азат Барданов на башкирском языке доложил о деятельности этой комиссии, что комиссия это вот-вот скоро рассмотрит все вопросы, но правда начала она с рассмотрения правильности написания всяких сельских вывесок и надписей на сельских заборах. Вообще очень правильно, что именно к этой функции свели деятельность Азата Барданова в правительстве Республики Башкортостан, потому что я очень сильно беспокоился за результаты вот этой деятельности. Дело в том, что если бы ему поручили что-то более существенное, например, работу с населением в Заурале или еще какие-нибудь важные моменты, то тут бы случилась очередная катастрофа. А так, этот новоявленный вице-премьер будет на лакированном джипе или даже на вертолете носиться по Республике Башкортостан, тратя немыслимое количество бюджетных денег на проверку правильности написания табличек и надписей на заборах по всей Республике Башкортостан. Не буду желать я, конечно, успехов этому смешному чиновнику. Отмечу только, что мы направо и налево готовы тратить миллионы, лишь бы только утолить вот это тщеславие команды своих ради Хабирова. Надеюсь, что со временем деятельность вот этого как бы вице-премьера исчерпает себя и его постигнет судьба господина Ягофарова. Ну, в общем, посмотрим. Слава Богу, хоть таблички дали ему проверять, а не какую-нибудь больницу возглавить. Вчера в понедельник начались какие-то серьезные движения по части наведения порядка в строительной сфере Уфе. Я говорю о предполагаемом аресте вчера одного из чиновников Уфимской мэрии. По неподтвержденным данным, вчера был задержан с необъяснимо большой суммой денег чиновник Уфимской мэрии, отвечавший за градостроительный надзор и выдачу разрешений на строительство. Я не могу утверждать в полной мере, но могу предположить, что речь идет от ухватулини Рустами Равилевича, который, собственно, и возглавлял вот это подразделение в мэрии. Это достаточно молодой такой специалист, в кавычках, который занимался вот этими ключевыми задачами по выдаче разрешений. Кстати говоря, судя по всему, именно он подписывал документы господину Носкову на строительство на Шатару, ставили пять. Я не знаю, с чем это связано, вот это событие. Вернее, могу только предполагать, что задержание этого чиновника является первым звеном в цепочке событий, которые нас ожидают впереди. Если правильно ввести следствие и правильно ставить вопросы, не так, как с этим товарищем из правительства, который там условку отхватил и ничем это не кончилось, то, конечно, я думаю, что следствию могут открыться очень интересные и значимые вещи по части тех схем, которые существуют сейчас в мэрии Уфы, по части тех коррупционных сделок и процессов, которые расцвели при господине Мустафине в мэрии Уфы. Посмотрим, посмотрим. Я очень надеюсь, что правоохранители после некоторого анабиоза сейчас воспряли. Эта акция на данный момент приписывается Федеральной службе безопасности. Пока не могу точно называть ни фамилии, ни событий, могу только предполагать на уровне слухов, но надеюсь, что эти слухи у нас воплотятся в реальные события и факты. Ну и если уж мы упомянули «Шатару ставили пять», то тут, наверное, стоило бы отметить, что в прошедшие дни вокруг этой истории тоже происходили события. Неуемная Алла Яковлева явилась в правительство Республики Башкортостан, принесла три упаковки попкорна и зачем-то передала их Хабирову, утверждая, что это поможет Хабирову пережить затянувшийся процесс решения вопроса со стройкой Носкова по адресу «Шатару ставили пять». Госпожа Яковлева утверждает, что господин Носков никоим образом не исполняет распоряжение ради Хабирова. Судя по всему, кишка у Носкова не треснула, как предвещал это Хабиров, и действительно началось некое противостояние. ПСК-6, со слов сотрудников этого предприятия, не получала никаких официальных документов о прекращении стройки. Собственно, у них действительно нет никаких законных оснований для того, чтобы прекратить стройку, отозвать технику и начать там рекультивировать эту местность. Там уже возведен действительно очень массивный, монолитный, крупный, огромный фундамент, из которого торчит огромное количество арматуры. Эту арматуру, по словам мадам Яковлевой, консервируют. И, в общем, складывается ситуация такая патовая, ровно как и во всех остальных сферах, где Ради Хабиров принял решения, которые никак не были обоснованы юридически и подкреплялись только его излишними эмоциями. Несмотря на то, что Хабиров номинальный юрист, абсолютно большинство его решений не имеет ничего общего с законностью. Вот Пашата Руставели, он приехал и остановил стройку, не задумываясь над тем, на каких основаниях он это будет делать и на каких основаниях там вообще происходит строительство у Носкова. То же самое с Куштау. Он остановил разработку, прекратил ее. Да, все кричали «Ура!» и «Воздух чепщики» бросали, но до июля БСК все еще обладает правами на эту разработку. В общем, вот такой пад наметился в ситуации. США-то Руставели 5, и неуемная активистка Яковлева настаивает на том, что ситуацию эту надо разруливать. И совсем же комическая ситуация у нас случилась на улице Комсомольской в районе юношеской библиотеки. Там на газоне зачем-то администрация района решила установить три буквы «УФА». Ну, видимо, напоминая гражданам, где они проживают, вот решили по всему городу расставить буквы «УФА», чтобы неповадно было. И тут случилось страшное. После того, как эти достаточно массивные буквы, изготовленные из металла и обтянутые по нынешней моде зеленым ковролином, были расставлены, сложилось вовсе не слово «УФА», а комбинация «АУФ». Существует несколько версий случившегося, а случившееся длилось почти двое суток. Через двое суток буквы поменяли местами и выложили их в нужном порядке. Версии очень разные. Первая версия – это то, что действительно в составе коммунальных служб в УФА действительно появились те самые мигранты, о которых так ратовала госпожа Иванова. И эти мигранты совершенно не в курсе, где они живут, как называется город, в котором им посчастливилось трудиться. Им все равно, в общем-то, в каком порядке будут стоять эти три буквы. Вторая версия, она, на мой взгляд, более правдоподобная – это то, что коммунальщики в определенном смысле мстят мэрии УФА. Дело в том, что внутри коммунальных служб города сложилась очень напряженная ситуация, как в кадром смысле, так и в финансовом смысле. Например, в предприятии, которое расположено на цветочный дом 1, автопредприятие города, где собрана специальная техника для уборки снега. Так вот, в этом предприятии сложилась совершенно катастрофическая ситуация с персоналом. Там вдвое была снижена зарплата, и люди ушли, почти половина водителей ушли. Мы можем столкнуться в ближайшие буквально недели с ситуацией, когда необходимо будет чистить улицы, а за руль будет сесть некому. В общем, версия о том, что в мэрии перестали платить, а люди там перестали работать, мне на самом деле представляется более правдоподобной и на самом деле более тревожной, чем версия о том, что безграмотные мигранты просто ошиблись в написании слова УФА. Мы довольно редко говорим о спорте. Я вообще не спортивный человек, ни в смысле боления, ни в смысле участия в каких-то спортивных мероприятиях. Мне всегда приходит на ум фраза Уинстона Черчилля, который говорил о том, что своим долголетием я обязан спорту, потому что никогда им не занимался. Ну да ладно, сегодня немножко о спорте будем говорить, и говорить мы будем о футболе, о футбольном клубе УФА, который на прошедших днях буквально притянул к себе внимание даже тех, кто не очень следит за футболом, своими финансовыми проблемами и финансовыми скандалами. Футбольный клуб был упомянут радиом Хабировым в контексте того, что он и республика никогда не оставят в беде великий, большой, башкирский футбол. В общем, Хабиров пообещал всяческую помощь, в том числе и финансовую этому клубу, совершенно забыв упомянуть о том, что клуб является частным. И вот на волне этих возмущений стали появляться некоторые расследования, выяснения обстоятельств. То есть люди совершенно закономерно возмутились, с какой стати республика из бюджета должна помогать, да и даже из небюджетных фондов все равно помогать вот этому странному частному футбольному клубу. И тут выяснились вообще очень пикантные подробности. Оказывается, существует некая система учета трансфертных операций. Речь идет о покупке и продаже игроков внутри этого футбольного сообщества. И существуют некие площадки, которые подводят итоги трансфертным операциям, имеются в виду финансовые итоги. Так вот, выяснилось, что футбольный клуб Уфа является обладателем крупнейшего положительного сальдо по результатам вот этих всех трансфертных операций на данный момент. Это плюс 6 с лишним миллионов евро. Трансфертmarkt.de, вот эта немецкая площадка, дает именно вот такие данные. То есть, по данным вот этой уважаемой футбольной трансфертной площадки, футбольный клуб Уфа в плюсе на 560 миллионов рублей. На минуточку, вот эти 6 с лишним миллионов евро, это 560 миллионов рублей. О каких же проблемах с финансами идет речь? Почему Мурзагулов со своими, значит, этими футболерами прибыли к Хабирову требовать и просить, значит, помощи и денег? Кахабиров с радостью им решил согласиться. Куда делись деньги от продажи игроков? И речь идет о том, что, ну, как утверждают эксперты, я вот в этом вообще не разбираюсь, были проданы лучшие игроки за хорошие деньги, окуплены так себе за 3 копейки, и в итоге, значит, образовалась вот эта положительная сальдо. Напомню, крупнейшая в российской премьер-лиге положительная сальдо по продаже игроков. В общем, тут вопросов более чем достаточно. И складывается какая-то такая интересная схемка. Берешь третьесортный, значит, футбольный клуб, накачиваешь его бюджетными деньгами. На эти бюджетные деньги накупаешь всевозможных хороших игроков. Некоторое время при помощи вот этих хороших игроков создаешь иллюзию побед, радуешься, радуешь своего начальника, который с барского плеча кинул вот эти миллионы евро. Потом по-быстрому продаешь этих хороших игроков куда-нибудь, значит, в какие-нибудь другие клубы. А футболисты, они же как породистые скукуны, денег стоят, да? Продаешь, значит, в хороший клуб этих ребят. На сдачу берешь там, значит, совсем никчемных футболеров. Деньги вырученные от продажи этих футболеров, значит, хороших кладешь себе в карман. И опять идешь к начальству с протянутой рукой и начинаешь его убеждать в том, что футбол это важно, что это, значит, поднимает рейтинг власти, что людям это необходимо. И без футбола мы все тут пропадем. Вот такая схемка нарисовалась вообще. Вообще чудесно. Особенно в эти тяжелые времена, когда Мурзаголову, значит, там начинают отодвигать от всяких лифтовых кормушек. Ему очень даже, кстати, эти 560 миллионов, наверное, приходится. Не устаю напоминать о необходимости ставить лайки каждому из наших сюжетов. Это бесплатно. Это вот надо нажать вот на этот большой палец, подвести мышку и один раз кликнуть. Мы очень благодарны тем, кто помогает финансовому каналу и всегда сообщаем реквизиты канала. Это нам действительно очень кстати. Мы также благодарны тем, кто репостит наше видео в любых соцсетях или во всех соцсетях. В общем, помогайте открытой политике, и открытая политика будет помогать вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!